И где же мы? Мы снова здесь и мы снова смотрим вместе с вами продолжение банкета, продолжение финалов турнира Мидварс 5 на 5. И это команды Мека против команды Лоуд. Мека уже один разочек победила и это было реально круто. Посмотрим, что же ребята смогут сделать дальше. Сейчас за Легион играет команда Мека и за них это играют Полевок Приз, Торчер, Девауэр, Айлония и Пэбблс. Против них Хеллборн, команда Лоуд, Артезия, Форсейки Нарчер, Дефайлер, Глациус и Алуна. Интересные пики, кстати, вот реально интересные и посмотрим, как ребята смогут их проявить. Всегда радует меня Девауэр на Мидварсе. Это всегда интересно и активно. С вами я, Иван Акамай и со мной вместе Ли, он же Павел. Пашенька, привет, как тебе пики? Мне радует, честно говоря, Артезия очень сильно. Но Артезия против Лоудни, посмотрим, а вот Девауэр. Что я могу сказать? Это же Девауэр. Это тот персонаж, на который самый большой скинов в фоне, по-моему, самого большого количества именно на нем. Да, раньше лидировал Рампейдж, но по-моему, он обогнал. Обогнал Девауэр явно, и это же Девауэр. И совсем нету стунов. Не знаю, Глацик, сомнительно, сомнительно. Ну, ты знаешь, Артезия один из сильных, очень сильных Annihilation чаров на Мидварсе. Единственное, что он так зависим от маны, что просто очень сильно. И действительно, Артезия, если маны бачок хорошо поднять, то там, ну, огромное количество дэмеджа с ультой. Ну, просто огромное. Поэтому посмотрим, что же. Тут должен себя проявить очень сильно Девауэр. И вот, ну, да. Почти, почти. Так мимо всех, можно сказать, летел Хук, но есть сразу Волт. Волт кик. Да, так же было до этого, когда кикали ребята, там, Титан там был, да? Или кто-то был другой на Девауэре. Кикали Девауэр с каждым мисом. Но, но посмотрим. Сейчас, на самом деле, хороший потенциал у обеих команд. Но, напомню, Мека одну игру уже победила. И, соответственно, им нужно выиграть сейчас эту и все. И они первое место. Лоудом же нужно поднатужиться. Очень неслабо, чтобы вытащить сейчас две игры подряд. А против Девауэра это будет крайне нелегко. Посмотрим, кстати. Лайкпро, кстати, радовал нас игрой. Как, в общем-то, отлично играл и на Рифтвокере, которого, кстати, ему такие не дали в этой игре на Назуб. Но дали из-за этого, из-за этого навязали своих банов. Ты видишь, Мекки им дали из-за этого Девауэра. Очень, очень круто. Посмотрим, вкачает ли он пассивку на третьем левеле. Будет ли сразу набирать стрэнжу с самых ранних левелов. Даже я часто видел, когда пассивку хотят уже на втором, потому что Горелка решает все равно не так сильно. Команда все равно заменяет огромное, дает огромное количество демеджа. И Горелка там, с этим сколько там, 20, да, по-моему, 25 на первом левеле. Да, да, нету, нету, нету пассивки на третьем левеле, есть хук, зато второго левела. И пока они сильно стараются Девауэр хукануть. Не горит желанием. Да, сейчас, может быть, Серфентас на хосте даст станчик, чтобы Девауэр смог хукнуть. Станчик есть, хук от Девауэра будет ли? И крип, боже, как он вовремя выдвинулся, помог тиммейтам. Там сейчас очень сильно именно этот крип, иначе под угрозой там был бы один из троих. Ха-ха, смешит Рефорстейки Нарчер, ну и так и есть. Так и есть, тут только ха-ха, очень вовремя пришли крипы и засейвили. У Пуджа пока не хватает маны, буквально там три маны не хватает ему до следующего хука. Сейчас будет хук, нету хука. Сейчас опять все собрались, видят ли. Есть хук, есть хук по Дефайлеру, спасибо, до свидания, инстасмерть. Инстасмерть и Блодласт для команды Мека, Мурена его делает и радуется очень сильно Торчер. Ему особенно приятно получать Блодласты, и это будет в скором времени какой-нибудь Ринг оф Сорсери, быстрый, обычно кто-то берет Блодласт, особенно если это какой-нибудь торт, то это часто будет раш именно Ринги, а у него уже 1100 копеек есть, и значит может быть уже вот-вот будет мана, бесконечная мана для команды, а на команде очень сейчас нужно, именно очень. Девауэр хук, его стоит очень дорого по его мана-бачку, на самом деле на 2 хука у него без мана-банки не хватает, вообще никак маны просто технически. 4 левел, пассивка вкачана, и Блодласт уже взят. То, как убили Дефайлера только что, столько количества спилов в нее дали, после хука Девауэр у меня аж монитор кровью завяпался, наверное, так ее расплющило просто. Рандомный хук, заливают мануки мэйты. Да, все мэйты заливают Девауэр у ману, уже там просто жесть. Ну а что же делать, пока Ринги нет. Да, но Девауэр это, конечно, печально, печально. Эх, Пеблс смешно так ножками топал на месте под колями Фарсакиначера, я никуда не пошел. Просто поливога Альтаватарка настолько меня радует. Да, она очень смешная, ушастый поливога этот. Успел, Блодласт, встану опять въезд, на этот раз по Глацусу. Глацусу, я думаю, ждет смерть, хотя нет, раньше 2 фрага уже забрал Хеллборн. Очень больно, очень больно делает Ортезия. Не смогли забрать Глацуса, не знаю как. Батарейка на 10, что ли, да? Зарешала и кучу фрагов, реализовал только Хеллборн, кучу фрагов. Пятером пошли на руну, и 4 фрага сделали они. Сделали 4 фрага, это очень круто, когда я и говорил, Ортезия будет дикое количество дэмоджа всаживать. Дэмоджа внесла, это просто сумасшествие какое-то. Тем более АОЕшки, там же все. Без ульты, без ульты она только что впилялась. Там такой залив был сумасшедший, это просто красота. Да, еще. Даже пуганул Девауэр, даже не умер этот хиленький глиний Глацус. Глацус, Глацус не умер, как? Он пережил, все. Как не понять, 1-4, 1-4 выигрывает Хеллборн. Он благодаря Ортезии, как я говорил, заливатель из Ортезии фантастический. Огромный дамаг, еще и ООЕшный выдает она. И это еще не вкачан второй скилл у нее. То есть еще нет много ракеток подряд у Ортезии. Но будет, да, совсем не на раз. А, на раз только, да? Не, не на раз. Нет, 2-2. Третий, в самонаводящиеся ракетки вкачаны. А второй скилл Ченнелинг, который накатывает стаки на первые ракетки, и он не вкачан ни на один. И все равно, все равно Ортезия очень больно делает. Очень хочется мне увидеть, я думаю, и зрителям финала, как будет Ортезия раскатывать нарастание левела. Чувствую, увидим мы это. Сульцой, это просто будет какая-то жесть. Чувствую, увидим. И начало для Хеллборна очень хорошее. Даже предвкушение третьей игры у меня уже есть, появилось после этого файта. Хорошо эвейдят, кстати, хуки. Нормально, все адекватные действия. Конь, конь нормально заэвейдил только что. Хук Девауэр, а улыбочка пошла от Ортезии в чат. Да, 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 очень хорошо. Правильная ПТ от Форсеки, нужно сейчас ХП. Нужно эти косты переживать. Опять драка за руну, возможно. Девауэр, рандомный хук по Дефайлеру есть, фраг. Какой длинный, максимально рейнджа, по-моему, Хука пошла только что под Дефайлеру. Да, да, почти последние 30 рейнджи там, да, зацепил он. Там, по-моему, даже не хуком зацепил, а каким-то шипиком, который... Да, 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 очень-очень далеке, но фрагнул быстро, очень фраг. Первая с рейнджа достается Девауэр, 2-4 счет. Наконец-то есть ринга у Торта. С другой стороны еще пока нет, но я думаю, что сейчас будет уже. Ортезия, кстати, взяла Грейвлокет почему-то до, до Рингов Сорсери. ХП, ХП, хочет ХП. ХП, ну и монобачок, Грейвлокет дает прилично, 9 инты. Он даст Z, будучи заряженным. Хороший артефакт, очень приятно, конечно, он буст дает неплохой. Ну и есть из него дальше продолжение неплохое, которое дает там броню, движен, да, 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 хорошо. Ой, как больно полив вогу. Какой больно, кстати, Харас Глацик опять за ивейдил. Да, вообще просто так близко. Красавчик, красавчик. Да, Глацик с замашенным тундробластом, это больно, действительно, очень больно. Очень больно, очень больно. И какая же у него больная ульта потом, если он ее хорошо прокастит в файте. Да, у Хеллборна шансы реально большие, реально большие шансы. Если не расфармят очень сильно Девавра. Ну пока они очень хорошо миссуют. Да, доджат хуки как божилы. Все просто уже, мне кажется, там каждый увернулся по разику, кроме... Да, да. Даже Дефайлер реабилитировался. Да, и впритык такой увернулся. Артезия, что она там делает, мне честно интересно. Вот что это? Не знаю. Ждет руну? Чтобы что? Да, они из нее руны ждет. Возможно, он хочет зайти. Надумал обход, может быть. Может быть, надумал обход. Хук опять мимо. Что это был за забег? Непонятно. Попал станом, продолжать нечем. Ой, как больно. Больно, больно, конечно, очень больно. Ну все взяли уже большие лвла, уже основные дамажащие скиллы уже на 3, на 4 вкачаны. Это уже очень больно. Ну, ДД тут не сильно решает, но... Но приятно, 140 демаж, сейчас это полезно. Деваур готовится хукнуть. Есть вардик. Будет... Ох, вообще просто 3 копеечки не до них хватило. 3 миллиметрика. Да, вообще такое именно очень близкое. Фашка увернулась. На хвосту, так сказать, прочесал он с хуком. Торсахи. Вардик, Девардик, есть хук, есть хук по Алуне. Получится ли? Алуна батарейка зарешала, но ульта Артезии больно, больно прокатилась по ребятам. Уже есть ульта от Артезии, говорил, от Илонии. Ульта, посмотри, как больно сейчас делает именно Артезия. Просто жесть, как больно. С ультой, со всем хуком промахнулся, Артезия насобирала. 3-0-3, уже все очень... ЛО, ХП-3. 3 фрага сделали Артезия, 4 фрага сделали Хеллборн. Итого, да, да, очень, очень больно. 8-3 они побеждают. Хотя Илонии ульта прокатилась очень больно сейчас, реально. Но, но недостаточно. 3-8 побеждает команда Лоуд. Да, по-моему, Артезия на начальных левелах. Илонии очень нужен там побольше левел, а Артезия просто жесть, 6-7 левела. Капец. Ну, Артезия один скилл, который требует ману, а у Илонии все. Илонии очень нужен большой разгон, она больше как на лейт, рассчитана своим дэмэджем. Ну, это просто капец, что делает Артезия, конечно, сейчас. Да, у Артезии уже 1130 маны с Грейвлокетом, заряженным из Ring of Sorcery. Уже есть, кстати, пробрыженный Грейвлокет у Дефайлера. А только рецепт пока, чего-то не хватает еще. И не очень большой кулдаун ульты там у Артезии. 90 секунд, не так уж это все печально. Да, меняем очередной врунфайт. Хуком промахнулся, погладился въезд. Бруна не важна, сейчас Глацику не хватило дэмэджа Глацик. Батарейка на 15, успеет ли? Буду варды, пошли Глацика забирают. Ой, какой поливок, фриз сухой, 30 хп. Продолжают, ребята, триплкилл есть уже у русского. Дефайлер с ультой бегает. Очень больно, Мана, очень больно. Но все-таки хватило квадкил для Муреныча на Торте. Забирают с него этот стрик сразу. Рейдж. 7-11, немножко вернулись. Но квадкил Торту сейчас сильно помог. Конечно, очень много дэмэджа он выдал. Две с половиной тысячи голды он поимел только что. Очень грамотно отрезал доминейшн ультой. Да, очень хорошо. Выход туда подходить никто уже не мог. Всем страшно под Вудувар дойти. Конечно, очень больно. Они кусаются. Дефайлер, кстати, на стимбутсах ты должен похвалить. Наконец-то они гаустмарчеры на дефайлере. Ну, команда, правда, уже другая. Но это правильное решение. Очень хорошо оделась дефайлер. Вообще замечательно. Пауэр на кроссовках. Ага. Лайк и Про купил себе. Страйдеры. К чему? Ой-ой-ой. Хук мимо. Вообще все расходятся так грамотно. Красавчики просто. Команда хеллборнов очень меня радует. Сейчас собрались. Сиграют просто на отлично. На 5 с плюсом. Да. Как они проиграли мощно прошлую игру. Как сейчас отыгрывают. Ой, вообще как разные люди. Тогда их на самом деле сильно отпикнули. И Рифтвокер сыграл просто 90% победы для своей команды. Однозначно 90%. Я полностью согласен. А сейчас видишь бан Рифтвокера. И хороший доджинг хуков Деваура. И ребята доминируют. Да, Деваур совсем себя не реализовывают сейчас на 100%. Опять мимо. Опять мимо. Хараса много. Гладсик тоже хорошо. Аура пока ни на один не вкачана. Думаю, что с на десятом вкачает. И опять, ну просто как он гладит просто их этими хуками. Но не попадает настолько близко. Будет хаста для кого? Да, Дефайлера наверное, да? Дефайлер? Наверное. Да, Дефайлер хорошо. А у него уже есть. Дефайлеру выгодно. Нормально, 1200 хп у Дефайлера. Обе команды вардят. Мощно в хук по Глацику. Глацик на этот раз точно умирает. Однозначно. Там не было у него шансов. Никаких совсем. Артезия сверху. С ультой. Поставила ульту Артезия. Уже въехала сама по себе. Просто харасит сверху как мощно. Но прогоняет ребят. Пока ничего это не дает. Хотя как-то странно затаймил. Титан сейчас очень странно затаймил. Хотя ульта еще постоит пару секунд. Но 4-3 уже все сейчас закончится. Такое непонятное. Команда не могла продолжить. Хотя если бы смогли, было бы очень неприятно. Девауру неоткуда хукать. Хорошо варди от обе команды. Да, реализация Деваура, я бы сказал, сейчас на 50% только. Угу. Угу. Похорошей вардинг-антивардинг. Тоже ранен совсем отличный. Нет, тоже не совсем. И почему страйдеры? И вот почему страйдеры? Зачем? Чтобы что? Не знаю, не знаю. Хук крипа. 50 копеек приехал Девауру. Посмотри, какой вардинг-антивардинг с двух сторон просто. Да, просто жесть. Сражение, сражение. Мурен и доминейшн там вместе вардят, антивардят. Все хорошо делают обе команды, да. Но пока, пока Хеллборн немножко впереди. Но не так, чтобы и сильно. Чуть-чуть удалось восстановить события. И 6 стрэнжи на тыре для Деваура уже получилось. И, кстати, это уже 1300 хп у него на страйдерах. Да, Девауру очень жирно. Не могу я просто не улыбнуться. Этот цветочек поливок приступом просто радует меня своим видом. Да, Полик очень милый. С ушами машет так стильно. Печально, печально его убивать, конечно, очень не хочется. Лизка вон хорошая. Опять война за рунку. Ульта хорошая на трассу от Ортезии. Есть продолжение от команды. Надо дайвить. Мне кажется, надо дайвить. Эх, не получилось. Опять Доршхука. Опять ульта Ортезии мимо. Хорошая была бы. Если бы было чем продолжать. Как он ее спрятал очень грамотно. Мощно поливает Ортезия. Задевал ее. Да, никто из глаз не выпускает. Отличный доджи. Въезд по арту. Прилетела еще одна жертва. Поливок приз прилетел. Ульту поставил. Хотя фраг был реализован на Глациусе. Но ульта по итогу потеряна. Файта там не будет. И ульта Поливога в никуда. И смерть еще одна. 9-13. Побеждает пока Хеллборн. Глациус не спеша начал собирать Астролабу уже. Есть Брейсик. Достаточно много хп. 1100 уже у него. Неплохо. Зачем Пеблс выкинул Поливога? Просто убил его. Да, да, да. Отдал, отдал. И его, и ульту его, что еще важнее. Да, Поливог просто, ну там, уже от отчаянности поставил ульту. Есть Хлук Квадифайлер, отлично. 8 стрэнджи у Пуджа уже есть. Грамотно одевается. Вот Глацик с ПТ. Есть у него Брейсер еще. Никаких страйдеров. Форса тоже на избренде уже по 1500-1600 хп уже у нее. Да, это все, это все деньги не зря потрачено. Очень важно хп, количество хп. Нужно переживать про касты. Чем больше ты живешь, тем больше дэмэджа можешь внести. Это все очень важно. Ну вот опять худа. Опять идет в ходу Дефайлер. Да, барьер первым артефактом. Хотя, ну хотя бы стимбуцы, хотя бы 1200 хп у него есть. Не 900. Да, уже. Ну почему не накидочка Хелм? Было бы намного профитнее. Ну на самом деле сейчас не факт. Сейчас там физикал дэмэджа только хук. Хотя хук 400 физикал дэмэджа. Это очень неприятно. Опять за руну файтинг. Очень активно каждые 2 минуты встречаются команды на рунах. Есть хук. Минус Алуна сразу. Продолжит Ли. Есть инвиз. Ульта. Опять хорошая ульта от Артезии. Посмотри как она просто фантастически, конечно, унижает. Опять Глациуса смогут засейвить. Ему достался этот инвиз. Очень нужный. Артезия с Дефайлер на протозой. Дефайлер юзнул ульту. Получится Ли, Хикса, Деваура догнать. Хикса длинная. Тоже грамотно качает доминейшн, Максик, Хиксу. Надо было дать себя потянуть, мне кажется, Девауру. Въезд по Дефайлеру больно. Дефайлер, до свидания. 13-16. Более-менее поровну. Да, зря. Как-то неграмотно давили сейчас команда Хеллборнов. Как-то растянулись. Я не знаю. Все сумбурно. Какие-то решения. Никто их не руководит. Никто не собирает их. Хотя, да. Начало было очень сильно вначале. Но сейчас... Есть худо уже. Шаман Хедрес есть уже на Дефайлере. Ну, 1200 это не такой же большой показатель. Ну, путь шхукнул уже 800. Да, да, да. Как бы вот так. Эх, мимо. Опять рядышком очень. Вот сейчас уже Элония заливает хорошо. Да, Элония 11-й левел взяла. Все скиллы есть по чуть-чуть. Уже наливка пойдет. Но очень мало рингов всего-навсего. О, хороший хук по Глацику. До свидания. Есть ли чем продолжить? Деваура уже тяжело убивать на страйдерах. Деваур такой толстенный уже. Фашку может быть получит забрать или Тарта. Эртезию никто не фокусит. Как она раздает? Очень сильно раздает Эртезия. Дефайлер чистит для него место для его ракет. Оп. Хук Дефайлера. Вообще, по-моему, Дефайлер посмеялась над этим. Ну, такое, да. Не сильно страшно. Как еще приятно драться на мидварцах под Вардом. Эртезия. Она же регенит. И ману, и хп регенит. Жестко причем очень. Да, на последнем левеле там чуть ли не по 50. Или что такое, даже не по 60. Там просто 6, да. Там очень сильно регенит. Очень приятно драться под ее Вардом. Он стоит в центре. Почему его не фокусит? Там Варду 3 тычки всего надо сделать. Он падает. И 100 годы зарабатывает. Ну, он, кстати, неплохо ставит очень их. Ну, вот сейчас просто в центре файта. Сейчас стоял просто в центре файта, да. Просто в центре файта. Сразу надо просто переключать. 3 тычки надо ему дать. Я точно знаю. 3 тычки он переживает. И стоит 100 копеек. Неплохо. Оп, хук по Ортезии. Наконец-то на ней будет враг. Ну, дефают, пытаются. Ортезия ползет на хиксе. Но не получилось. Пеблз наконец-то с порталкеем. Хороший въезд. Реально очень хороший въезд от Мекки. Какой хаос, конечно, происходит на поле битвы. Это просто заливка огромная. Столько анимаций и столько всего. Но 16-18. Очень неплохо сейчас себя повели команда Мека. Отличный файтинг для них. Илония с Поливогом. Классно, на самом деле, сейчас выступили. И не проявили. Вообще, на самом деле, въезд по Ортезии первой очень хорошо сейчас проявил себя. Однозначно. Это самый большой дэмэдж в команде. Кстати, Пеблз ПК уже. Он уже влетал в этом замесе на ПК. И это уже хорошо для команды Легиона. Да, уже показательно. Прикупил ПК. Это хорошая инициация. Нету инициации у команды Холлборна. Совсем никакой инициации нет. Они только ждут, что путь кого-то потянет. И тогда уже начинают файл. В принципе, все так. Тем временем у Деваура есть Шаман Хендрес. И ни одного итема на ХП у него 1800 просто здоровья. Да, ничего. Страйдеры и Шаманка. Да. Замечательный перс для Медварса. Толстенный братишка, конечно, он будет. А будет чем дальше, тем толще как бы. Действительно. Но вот почему Страйдеры все равно, мне не понять? Непонятно, да, почему Страйдеры. Надо в ту-ду-лист себе записать, спросить у Лики, почему Страйдеры. Инвизик вверху достанется. Комбони хотят. Глацико, глацико. Глацико, неплохо. Оп, сразу хукнули его. Въезд просто, кстати, въезд по ОЕшками закрыл. Вы его не видели, но въезда по ОЕшками накрыли глацико. И получилось все. Ортезия, можно сказать, потеряла ульту в процессе дефания своего тиммейта. Но никого, никого не убили. 17-18. Не, кстати, Паш, не 3, а 4, 4 тычки. 4 тычки, да. Но все-таки, я думаю, если переключить фокус, 4 тычки это не так уж много. Да, это очень быстро. Тем более 3 ранжовых, это как бы тычка, тычка, тычка. Да, а есть смысл фокусить вард, потому что... Он дабл-демидж. Два раза демидж увеличивает Ортезию, а это очень больно. И регенит еще, регенит. Да, на 16-м будет 60 хп в секунду и 30 маны в секунду. 60 хп, это ай-яй-яй, это как две тараски. Да. Хук мимо. Что не очень больно, я бы сказал. Сумасшедшая хп-реген у него, просто жесть. 15 практически в секунду. Да, да, 15. Просто жесть. И тысячу... Сколько там? 700. 1700, боже, ни одного артефакта на хп у него нету. Батарейка, я не считаю, что это как это пауэрсоплайт. Плюс 2 стрэнджей. Плюс 3. Плюс 1700, ой-ой-ой, какой-то просто замечательный персонаж для медварсов. Сам себе хп наращивает, ничего ему не надо. Да, уже много. Плюс 13 стрэнджей, плюс 4 мэджик армора. Дала уже ему пассивка. Это как бы весоменько. Итого у пацана уже 19,5 мэджик армора. 54% мэджик резиста. Это очень неплохо. Но хочу отметить то, что у команды Хеллборна есть и фашечка. С разгоном налейт. А хардлитой века никакого нету у команды. У легиона, да? Легиона, да. И поливок он такой... В ESP облсапа, кортезий. И не получается пока ее забрать. Ой, ульта сейчас приедет. Ой, зря толкнули, кстати. Уже проехал мимо ее ульта у Илони. И толкнули, зря отдали только что Ортезию этой толкалкой. Хороший въезд. Сейчас, ой, как Хеллборна. Дефайлера ульта ест. Просто ест. Забрали практически всех троих. Точно забрали. Еле-еле упетлял Пэблс. Но поменялись только на Ортезию. И заберут Тауэр сейчас на медлайне. Боже, как съела только что. Они откатили внимание. Дефайлера хукнули. Получится ли его забрать? Да, должны забрать. Продолжает уже Ортезия. Должен умереть поливок. Ах, не туда свернул первый скилл. Просто не на того затаргетился. Поливок выживает. Ортезию забирают. Элони надо как-то упрыгивать. Но что? Эх, забирают они Луну. Элони стартом. Догонят ли Эфашку? Нет. Эфашку не догонят. Эфашка, кстати, не мрет. Это очень хорошо. 4.0.14 у Рейджа. Да, есть 2.8. 3.700, кстати, у Дефайлера. Мы как-то упустили. Ой-ой-ой. Да, это потому что она съела троих. Да, да, да. Триплкилл был у нее только что. И сейчас это может быть выход на сердце. Так и есть. Да, да, да. И это будет очень жестко. Очень жестко будет. Сашка-Яшка есть у Эфашки. Сверху поинт на ХПшку. Отлично. Это будет ФВС первым артом. Да, да. Это замечательно. 2.000 ХП. А будет 2.600 с ФВС. 2.600. И есть Вейсмонга у нее. Это вообще просто замечательно. Да, толстенная. Малышка в ЕСП был опять по Ортезии. По двоим с Олуной вместе. Олуну забрали. Ортезию спасли. Сможет ли она продолжить. Хорошо сейчас въехала. Очень, очень хорошо въехал Легион. Полик, как всегда, на 3 ХП. Мансу эту льту поставить успел. Вообще сейчас Мекки отлично въехали. Может быть получится забрать и Тауэр. Ортезия не может в соло продолжать. А Луна уже ожила. А остальные пока мертвы. Да, похоже Тауэр заберут. 0 в 4. 0 в 4. Да, 0 в 4. Да, обмен очень хороший. 26-24 Мекка даже сейчас побеждает. Расчеты уже, уже сильно сейчас будут ложиться на Форсейкина Арчера. Она так нужна сейчас команде, что просто, конечно, уф. При том, что на 17-й левел ульта там тоже бобо. Но, но, Девауэр 2 300 ХП уже. Брест Харт он купил себе. Кстати, Дефайеру осталось до Тараскина совсем недолго. Тоже будет очень мощный парнишка. Хотя, ты видишь, Пэблз выбирает себе цели очень правильные. А Луна, Ортезия только что подвоим он въехал. Конечно, конечно. Однозначно нужно фокусить Ортезию. Но Ортезия уже не пальцем делала, так сказать. 1600 ХП практически. Да, скоро, скоро, походу, Шрунка у него есть толкалка, что себя подсейвить. Как бы очень, очень неплохо. И скоро 16-й. И со Шрункой некем будет убить его. Если у него будет Шрунка, он выдаст свои прокасты. Ну, Девауэр будет пытаться ее только ультовать. Да, только ее ультовать будет пытаться. Пэблз неудачный въезд. Хорошая ульта. Ортезия по Пэблзу въезжают. Дэмэджа много. Путч промахнулся Хуком. Пэблзу, кстати, пока не смогли забрать. Элонию забрали. Бегает Дефайлер, пока никого не дамажит. Туарт ворвался. Очень зря сейчас отъедет. Готово. Продолжать смогут ли по кому-то? ПК-шек нету. Догонять никак. Да, Пэблз уйдет однозначно. Девауэра должны поймать. Должны поймать Девауэра. Будет ли Колье? Да, 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 есть. Посмотрим, как пацаны съедят. Ой, а как же ест его Дефайлер. Ест Дефайлер, его очень сильно. Даже Хигса не поможет, потому что ульта не зависит от Хигсы никак. Языком помахал нам на прощание Девауэр и хороший файт. Теперь проведен командой Хеллборн. Отличный обмен, очень равнозначной командой. Ну что же сказать, Гранд Файнал все-таки. Ортезия только что в файте фокусила вард, но, по-моему, это не очень грамотно, потому что Ортезия должна вносить ДПС сумасшедшая в то время, как она просто тычками пыталась забить вард. Элония, извиняюсь. Элония пыталась забить вард Ортезии тычками вместо того, чтобы вносить, вносить. Глупое решение от Элонии. 0 Стоун у нее есть. Зачем он ей нужен? Зачем, не понимаю. Не одного направленного спелл. Ну, гласывался, только я не думаю, что это отстойно. Да, вообще, опять ошибочно. 0 Стоун совсем не нужен в Мидварсах. Ничего такого здесь. Вот ей бы сейчас, на самом деле, даже шарды, даже рефрешер бы неплохо смотрелся. На самом деле, ульта там, по куче замедления, ульта там такая болезненная, что просто... Ой, 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 ой. Но 0 Стоун выбрала Ортезия. И вообще, вот просто чем он аргументировал себя на Назуб, это я не понимаю. Фикса бы была вообще такая. Ох да, ох да. Кстати, есть сердце уже у Дефайера. И сколько у нее хп? И у нее 2 400. 2 500, да, почти 2 500 хп. И сейчас на ней, кстати, честно говоря, очень хорошо бы смотрелся Барби Дормол. Ее так хотят убивать. И она так сильно дамажит, что с Барби, там это было бы очень... Сараска врывается вперед, ее ультуют. Вообще не дамажит пока что. Хорошо сейвят. Пол хп с ней слили. Больно, больно. В ульте Дефайера все-таки... Хотя и Дефайер нанес такое количество дэмэджа, что просто... О, ло, ло. Сзади Артезия Салуна накрыли. Двоих, троих уже забрали у Легиона. В обмен на одного Дефайера очень неплохо. Ульту Поливога тоже сейчас съедят. Денежка дополнительная. Класс. Дефайлер уже ожил и свое дело сделал. Как же дорого они продали Дефайлер, так сказать. О, да. Очень дорого Дефайлера. И 3200 это на Форсаке. Это уже... Уже... Да, ФС. Уже ФС будет готов сейчас на нем. Вот он его разбирает. Вот он его покупает. И сейчас мы увидим 2,5 тонны, да? Нет, 2,6. И у него не хватит. А он собрал опять Сашуяш. Боже, он... Что происходит? Потратил все деньги. Случайно продал не то, что надо. Боже, все попродавал? Не-не-не-не. Он просто не так собрал. А, не так собрал. Да, 2400 хп. Пока собирал, тем временем отдали Алуну. Ох, я тоже увлекся собиранием. Алуну отдали зря. Но 2400 хп на Форсаке это клево. Это очень круто. И Дефайлер такой жирный. Его убивали все эти моря просто только что. Только что убивали все эти моря. Да, я же говорю. Очень классно на нем бы смотрелся Барби Дармор. Вот, очень классно. Ну, нету пока денежки на него. Не знаю, придумает он его себе или нет. В ближайшее время. Ой, хороший хп по Форсаке Натчуру. Посмотрим, на что сгоден он будет с его... Эх, очень, конечно, немало дэмэджа. Но, правда, с ультами. С ультой Ортезии даже. Альтные Лони, в смысле, очень много всадили в него. Хотя, ульты у Полевога еще не было. Полевог без маны ни на что. Ни на что. Но Эфашку забрали достаточно быстро. Хорошо, очень проваржено все у Мекки. Посмотри, просто... Там просто жесть. Просто, просто жесть. Просто со всех сторон все проваржено. За счет этого и забрали Эфашку только что. Счет 29-30. И почти 30-ая минута игры. Настолько равная игра. Ну, просто оллоло. 94, 94 голды преимущество. Просто 94 копеечки. Да, игра идет абсолютно равная. Но профит, конечно, именно лейта за командой Хеллборна. Да, да, да. И отличные артефакты есть. Дефайлер настолько жирная. Она не боится. Она просто идет лицом принимать весь Дефайлер. Опа, Дефайлер. Успел ультануть Дефайлер. Посмотрим, чем это закончится. Опять все ульты на него. Только пол ХП смогли сбрить. Только пол ХП сзади. Эфашка дерется с Пеблсом. Которого, кстати, дабл дэмэдж. Заберут ли Деваура? Да, забрали. Дефайлер сейчас тоже заберут. Но он успел очень больно, очень больно настучать. Успел он по голове. Пеблса тоже забрали. Обмен пока 2 на 2. Глаз уже живой. Продолжает торт по Эфашке. Эфашку подстопливает. Подстопливает Алуна. Это, конечно, не очень хорошо. Отдала Алуна именно только что дабл килл. Очень глупо подстопливал. Трипл килл для Муреныча. О, это такое. Все равно счет равный. Ситуация по Галдеэкспрэп практически тоже не сильно отличается. 34-33 в пользу Мекки. Но, но как глупо отдали только что Эфашку вместе с Алуной. Одному торту это просто лол. 34 тысячи торт только что заработал в этом файте. Да, это Шио. Почему не Хекс? Почему же это был не Хекс? Не знаю. Толстенье быть хочет. А зачем Армор физически? Кто там Эфашка 150 демажа, пока не страшно. Не знаю, не знаю почему. Замедлять, замедлять он хочет, я думаю. Возможно, но... Не знаю, такое себе решение. По-моему, Хекс намного профитнее. Всегда десейбл. Всегда, да, да, да. Если сомневаешься между тем, что собирать, собирай всегда Хекс. Однозначно. Это очень крутой артефакт. Причем Шива совсем не дает ХП. Вообще ни капельки. Перешли в контрнаступление сейчас. Да, да, да. Неплохо. Хук опять мимо. Но, но, но. Будет ли что-нибудь. Тауэр, вроде похоже, будет все. Вот и замедление, о котором я говорил. Но нечем продолжать. Нечем продолжать. Просто с Тауэром мы попрощаемся. Похоже, Пеблз отличный въезд. По Артезию ультует Девауэр. Не сильно больно, кстати. Не сильно больно. Ой, вообще не хватает сейчас дэмэджа Легиону. Вообще не хватает. Отличная ульта от Дефайлера. Забрали Пуджа. Смогут ли продолжить по Тарту? Да, зацепили уже ФСом его Форсака. Не смогли его оттолкнуть. Продолжают дальше. Если чем. Замедление много, конечно, от Артезии. Но пару фрагов замедляет и Артезия, и Элония друг друга. Догонит ее. Да, сейчас загонит. Глацик замедлил. Въехал Пеблз. В ответ забрал Глацик. Умрет Пеблз, я кажется. Просто жесть. Просто ой, вообще. Да, да, да. Сумасшедше только что настакало замедление Элония на команде Хеллборна. Они там еле двигались просто, пытались догнать. Но там у спидапа, по-моему, где-то 100 было у всех. Да, такие. Так с обеих сторон. Все такие медленные. Но это же просто. Да, жесть просто. Очень, конечно, файты интересные. Такими кастами. Просто масс-раскастами. Пеблз совсем не решает со своим фракастом. Настолько сражаются Ортезия с Элонией кастами. Это просто ай-яй-яй. Но, по-моему, сейчас уже пришло то время, когда Элония намного больше вносит демеджа, чем Ортезия. Уже Элония, да. Однозначно леет сильнее. Потому что все четыре каста Элонии дамажащие. И ульта там по стакану замедления такой демедж вносит. Просто песец. Да, очень больно, на самом деле. Замедление там огромное. Каждый чардж добавляет и демедж, и замедление. И действительно, мувспид в тимфайтах у обеих. Собейство на 5 тимфайт. Въезд опять по Дефайлеру. Да что же ты будешь делать? Опять продолжается. Теперь Девайвер и ультует. Очень сейчас неплохо. Все. Никто еще не умер у Хеллборна. Дефайлеры они могут собрать. Живет Дефайлер. И Фашка тоже пока живая. Но забирают ее все-таки. Элония максимально... Ох, какие все лоу хп. Получится у Элонии продолжить под варды поливога. Забежали все. Ой, какие равные файты. Элония просто фул. Добьет, по идее, Дефайлера. Она тоже... Да, есть! Элония практически аннигилейшн сделала только что. Может продолжать. И это отличная игра Одноназуба. Хотя ни разу не прокнул у него на устон. Не нужно ему на самом деле. Но все-таки сыграл он только что. Очень, очень сильно. Просто жесть, что творит. Элония, конечно, это капец. Уничтожает команду оппонентов соло. Ох, как я наорался в этом тимфайте. Но это действительно стоит того 40, 41, 34-ая минута. Что? Никогда не думал, что на Мидварте вот такое можно увидеть. Вообще, на самом деле, настолько, настолько равную игру. Но напомним, что с каждой минуточкой лишнего, так сказать, Форсейки Нарчер будет дособираться. Будет покупать какие-то новые артефакты. И он уже вот все. Дев он собрал, в принципе. Может быть, Шранкенхэйд еще максимуму остался на дев. И потом парочку слотов будет уже у него на дэмэдж. И проблевать он начнет хоть как-то. Хотя, кстати, я не знаю. Но я бы, может быть, даже посоветовал здесь какой-нибудь... Хотя нет, Мэджик Ризит очень много. Думал, Харкона. Ульту поставила глупую, глупую ульту. Элония убила ее тут же. Элония, кстати, потеряла Шранкенхэйд из-за этого. Это глупенько. И могут сейчас продолжить неплохо. У Ортезии все еще есть Шранкенхэйд. Успеет ли она его юзнуть? Это вопрос... Пэблс бы не въехал, даже не успевает. Забрали Ортезию. Продолжаем дальше. Ой, хорошую ульту катает Глацик. Но не сильно больно. Все в Шранкенхэдах бегают. Это просто, конечно, смешно отбивал. Ульта только-только пошла у дефайлера. КДшка была. И вот только сейчас потенциал открывается. А может быть, это уже и поздновато. Торт уже такой больный, что просто... Ой-ой-ой, много мертвых. Но место для тимфайтинга, для хеллборна неудобно. Оживают оппоненты. Достаточно быстро. 43-43. Лоу. Просто лоу. Замедляет Ортезия Торта. Сейчас будет... Нет, не попало. Будет ли попадание? Эх, не попадает. Не попадает, не замедляет. Я сейчас в шуку собрала дефайлер. Совсем не нужно. Да, вообще не нужный артефакт. Нужен какой-нибудь фиг. Барбид армор. Барбид. Армор. Дальше хп. Зачем ей БКБ? Зачем? Зачем это вложение средств? Не могут... Вообще непонятно. Давайте, 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 ребятки. Ее сейчас так важно забрать. Ну, ну, ну. Будет ли... Сбили нустон от единственного айтема. Ах, получилось. Такий раз очень приходился. Кстати, Деваур наметил себе сердечко. Да, и это будет уже 3200. Ой-ой-ой. 3200. Я думаю, что с такой игрой за 4000 хп Деваур перевалит. И это, конечно, уф. 44-43. Все так же мы наравне. Гранд-файна с турнира Мидвардс и команды Лоуд против команды Мека показывают что-то невообразимое, конечно. Опять, опять время тимфайтиться. Хотя давят сейчас сильно, конечно. Хеллборный Мека сильно давит на Лоудов. И понятно почему. Все-таки, все-таки пока Фашка не отделась вообще в кире ни в какого. А она в этой игре вообще единственный огильник. Хук Ортезии. Ортезия успела издушить Шранкенхед. Пока ей не больно. Въезд от Пэблса. Хорош. И, кстати, продолжение. Неплохая ульта от Глацуса. Но опять никому не больно. Дефайлер. Наконец-то Барби Дармор. Наконец-то. Больно ли, больно ли, больно ли. Не могут его убить. Что же делает тем временем Торчер и остальные? По Дефайлеру не хватает дэмэджа. Не хватает. Его сейвят максимально. Хотя убьют сейчас. Да, есть. Деваура надо бы убить. Надо бы убить Деваура. Очень лоу хп. Он. 40 хп убивают. Эфашка продолжает. Сейчас очень неплохо. Хэтрик для Лики. Для Глацака, кстати. Только Элония. Только Элония стала живая. Только Элония, да, стала живая. Эфашечка, боже. 2700 у него хп. Да, но сейчас Staff of the Master уже есть у Вуду. Сейчас скоро-скоро. Уже 4,5 тонны у него есть. Скоро-скоро будет Ресторейшн Стоун. А две ульты, зафокушенные на Фонтан. На Сакрифайш, на Храм Хеллборна. Снесут его просто очень быстро. Могут не сориентироваться сейчас Хеллборн. И это может быть вторая победа для команды Мека. А я напомню, что счет сейчас по играм. 1-0 именно в пользу Мекки. Надеюсь, что и Фашечка не будет собирать. Да, да, да. Очень надеялся, что она БКБ не будет сейчас рашить. Наконец-таки Барби Тармора дело. Да, уже в прошлом файте он был. Я его так хвалил за это решение. И это отчасти помогло очень неслабо, я хочу тебе сказать. Ну вот... Шанкинхэд, да, я бы вообще продавал. Ну как бы, ну действительно, никакого от него толку. Вообще никакого толку от него нет. Тем более с этим билдом, с Барби Тармором, зачем? Сердце уже есть, зачем ему шанкин? Да, уже Шива хорошо, второй сердце хорошо. Шива, супер, конечно. Барьер хорошо. Барьер хорошо. А Хикса, табличка даже, если бы была. Да-да, даже табличка не плохо. Даже табличка. Да даже ветра те же. Да, ветра на Дефайлера очень хорошо. Да, только закончился Барби Тармор, сразу себя подкинуть. И пожалуйста, и ульта все равно летать будет. Дефайлер впереди стоит, засалил парочку пацанов. Конечно, впереди 3200 хп, она равняется спутзом. Да, с Дефайлером, который, кстати, на Тараску так и не собирал еще. Ну уже 24, зарядка стрижи, опять полевога варды. Есть Пэблса, закидывает обратно. Торчурер, конечно, дамажит больно. Туда-сюда Шивы летают, конечно, очень, очень красочный тимфайт. Еще пока никто не умер. Есть первый фраг, второй фраг. Торт полевог уже поебают. Догоняют Деваура, есть фраг на Девауре. Никто не умер еще у Хеллборна. А Элонию тоже, походу, загонят. Загонят Элонию. Да, 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 да. И Эфаска уже сейчас будет с Сэвэдж Мейсом. И это будет больно в ноль. В ноль только что победила команда Лоуд. Но Мека сдаваться точно не может. Вот никаким образом. Куда инвестировал полевог свои деньги? А, купил себе Аркану и, наверное, Сустейнер. Осталось ему копеек 600 до рефрешера. Может быть, это зарешает. Но это уже почти ластченд для них будет. В ноль выигрывать сейчас тимфайты Хеллборн. Как мы и говорили, лейтгейм дотянет. И лейтовый, и очень все-таки лейтовый, и толстый парнишка. Абдефайлер. Малышка Электон там. Насколько у него разгон, конечно, влейт. Продать ему еще есть смысл БКБ. Да, там два слота еще смело есть. Да не говоря уже о том, что и ботинки ему, честно, не жмут. Вот не жмут, честно тебе скажу. Он там и так ездит на толкалках, на хуках по всей карте. Я думаю, можно было бы даже профит собрать, как дальше Фрост Волф Скул на дефайлер. Тоже дает сумасшедший прирост ХП. И за метло было бы очень круто. Да, да, да. Очень было бы тоже неплохо. Два ФВСа в команде было бы мощно. А второй ФВС дал бы возможность Форсейке переходить на другой Орб. На Джор. Возможно, да, возможно. Но я думаю, она не сильно это хочет. Не, ей пока не жмет, у нее еще есть что собирать. Она хочет быть толстой, конечно. И я думаю, что после Сэвэджа еще один айтем на какой-то дэмэдж. А может быть даже и два. А потом продавать Скаду и покупать в сборе Symbol of Rage. Да, однозначно. Сразу же, чтобы в сборе его купить. Мне кажется, до этого игра не доживем. Не доживем, да. Три слота у Ифашки вряд ли наберется уже. Сороковая минута второй игры. И, конечно, есть наконец-то рефрешер поливога. Рефрешер. Посмотрим, как сейчас будет реализация этого. Возможно, просто перейти в райт-клик. Райт-клик. По трону, да. По трону, да, просто. Да, трона. И через ульту можно. Можно это сделать под БКБ, под всеми БКБ. И пульсами Тортурера просто за контри дерево. Успеют, я думаю, под двумя. Под двумя ультами поливога с агонимом. Я думаю, что только ульты. Их надо будет сразу перефокуситься на них. А там юнитов много. Их надо убивать. И это неудобно. Сейчас вот очень-очень на грани. Мне кажется, просто надо правой кнопочкой затыкать сейчас. Попробовать затыкать. Единственный шанс сделать именно так. Потому что в файтах они уже никого не разбирают. Пеблс абсолютно бесполезен. Подходит, подходит. Пошла первая ульта. Пошла вторая ульта. Фокус по шрайну. Посмотри, как он отъезжает. Вообще, надо срочно убивать ульту поливога. Иначе проиграют, ребята. Проиграют. Да. И таки побеждает команда Меха, как я и говорил. Last Chance. Последний шанс у них был именно на это. И именно на то, чтобы поливога ворды зафокусили трон. И нет фортификейшн. И всего 3500 хп у трона, у собой команд. И все-таки, все-таки побеждает в фантастическом файте, в котором в ноль уже выигрывал Хеллборн. Побеждает просто, просто поливог со Staff of the Master и Restoration Stone. И его ульта на кучу кобр. Просто ее невозможно остановить. Все остальные просто, буквально 10 секунд должны были отвлекать оппонента, чтобы просто не убили ульту поливог приста. И мы поздравляем с вами команду Меха с победой в этом Мидварсе в турнире в 5 на 5. Это был Grand Finals. И в нем ребята очень, в очень насыщенных играх победили со счетом 2-0. Хотя мы с Пашенькой уже рассчитывали, я думаю, на третью игру. Да, Паш? Да, я очень насчитывал на третью игру. Но как же жестко. Нечем было отконтрить две ульты поливога. Просто через правую кнопочку все ребята под БКБ направились на трон. И никакого шанса нету. Нету, конечно, неизвимости. Тем более ульта поливога никак не зафокусить их. Просто эти ворды невозможно. Их надо райт-кликать каждому. Это так неудобно. А их так много, что просто... О, 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 ну какая же игра. Боже мой, как я накричался. Еще раз команду Смекой с победой. Всем большое-большое спасибо, чтобы вы были с нами. С вами уже два дня был я, Иван Акамай. Сегодня весь практически день со мной был Павел Ли. Тебе большой привет от Паши аудитории. Паша? Всем большой привет. Очень доволен играми. Очень интересный финал сейчас был. На удивление супер насыщенный. Вообще супер. Последняя игра вообще порадовала. Настолько равная была на всех стадиях. И все же нельзя было подпускать поливога. Надо было файтиться в центре. Да, да. Пропагандировать реку. Реку, чтобы он там хотя бы одну ульту потратил. Да, однозначно нужно было въезжать. Там Дефайлеру вообще ничего не страшного уже было. Действительно, финалы просто даже без зазрения совести могу сказать, что были интереснее, чем Г1. Однозначно. Помнишь, две игры по 15 минут. А тут, боже, по 50, по 60 минут Мидварсы с одинаковым счетом, с реально одинаковыми перспективами. Боже, как это было интересно. И спасибо, дорогие зрители, что вы были с нами. Всем привет в чате, как всегда. Сочи, Мачо, Колдфингерсы, ну и все активисты. Эль Капитанус, Дэнс, Дэнс, ну и Паша, ты там тоже Ли Фром Чайна. Тоже я смотрю. Активист получил привет от меня. Всем большой привет. Со всеми очень приятно, как всегда, вести беседу и для вас вместе вещать. Эти турниры очень интересный. Был сегодня денек. Всем огромное спасибо и с наступающим Новым Годом. Увидимся уже с вами в январе. Ждите, кстати, сегодня объявлений того, какие турниры нас ждут в январе, расписание турниров. Не забывайте, что начали с сегодняшнего дня уже акции от компании Гарена. Уже там и бонус по голде, и аватарки. Я уже, кстати, половину скупил, которые пооткрывались, которых у меня не хватало. Всем этого же желаю. С наступающим Новым Годом. И увидимся с вами очень-очень скоро. Буду скучать. До свидания. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok